В селе Зажупане, которое находится на территории старопольского сельского поселения Сланцевского района, посреди соснового бора стоит огромный каменный храм Архангела Михаила. Разрушающийся приход, обнесенный старыми строительными лесами, заинтересовал побывавшего здесь однажды священника из Санкт-Петербурга, отца Анатолия. Очень переживаю за состояние наших храмов в России полуразрушенных. И вот в этом селении, которое называется Зажупане, Сланцевском районе, я обнаружил храм, который находится на грани разрушения. Душа моя дрогнула, я стал сюда приезжать, благословился у епископа Гачинского и Лужского Митрофана и стал служить здесь литургии по своей собственной инициативе. Стали подъезжать люди, интересоваться. Я в интернете дал информацию. Храм Архангела Михаила был построен в 1908 году местными жителями на деньги местных крестьян. Здесь раньше был погост. Архангел Михаил воин и молились ему. Здесь была пограничная зона постоянно. Здесь воевали против разных людей, которые пытались потягнуть на нашу Русь. Вот поэтому здесь воинский храм. Храм не действовал с 1937 года и был окончательно закрыт в 1939. В 1942 во время оккупации храм был вновь открыт и богослужения в нем продолжались до 1960 года. А в 1962 его снова закрыли. В начале 90-х здание церкви, доведенное до аварийного состояния, было возвращено общине. А в 2004 бригада реставраторов провела некоторые восстановительные работы по храму. В настоящее время храм выявлен как объект культурного наследия, охраняется государством. У нас есть уже намерение его возрождать. Очень много людей уже интересуется и появляются благотворители. Я хотел бы привлечь сюда людей, внимание людей к этому храму, чтобы они начали вот здесь. Здесь же погост, похоронены родственники многих жителей, которые здесь жили. Все живут в Петербурге, Москве, в ближайших городах, но сюда приезжают на лето. И я считаю, что возрождение России начнется с возрождения таких деревенских храмов. В этот день перед храмом состоялась торжественная литургия, в которой приняли участие местные и санкт-петербургские священнослужители, а также жители и гости села Зажупани. После чего на въезде в село общими усилиями был установлен поклонный крест. Надо сказать, что традиция установки поклонных крестов очень древняя и уходит своими корнями к временам становления христианства на Руси. В следующем году, помимо литургии, здесь планируется провести большую ярмарку и праздничный концерт, в организации которой поможет администрация Старопольского сельского поселения. Скажем так, сегодня мы собрались, чтобы посмотреть прежде всего, как это все сделать, организовать и сегодня возродить эту традицию, потому что раньше это было, постоянно проводилась здесь ярмарка, чтобы сегодня приходили люди, фермеры могли производить свою продукцию, и плюс сегодня люди могли общаться между собой, и плюс еще, чтобы сегодня люди шли к православной церкви, чтобы возрождать эту традицию, потому что сегодня, ну, это понятно надо, как бы не было, потому что мы сегодня видим, что происходит на примере той же Киевской лавры, когда отделяют от русского народа православную церковь, поэтому надеемся, что у нас все получится, и в следующем году эта традиция возродится полностью и будет ежегодно приезжать сюда население, в том числе и не только коренное, но и из Санкт-Петербурга.